Всем привет, с вами Максим и это канал Хороший Выбор. Сегодня мы протестируем Radeon 7770 в связке с процессором FX6300. На этот раз уже как полагается, сразу с Full HD монитором, и кстати за монитор и за видеокарту огромное спасибо магазину Fermo. Город Уфа, Fermo.ru, это они предоставили эту технику на обзор. Ну что ж, поехали. Итак, по непонятной даже для меня традиции начнем со Скайрима. Естественно все на ультра настройках и включено 4х кратное MSAA сглаживание. И конечно же текстура высокого разрешения также включена. И сразу же бросается в глаза, что почему-то в городе просадки до 30 кадров в секунду. Эти тесты ни в коем случае не претендуют на научную атомную точность. Возможно стоило поставить просто 2х кратное сглаживание или просто FXAA. Но по моим субъективным ощущениям GTX 650 со Скайримом справлялась немного лучше. По крайней мере там были проседания максимум до 45 кадров, если мне не изменяет память. Но в описании конечно же будет ссылочка на тот ролик, можете посмотреть сами и сравнить. Здесь почему-то и в полях, и в лесу проседает до 40 кадров спокойно. Но естественно в пещерах и закрытых помещениях будет 60. Возможно правда стоит просто сбавить сглаживание до 2х кратного или вообще FXAA поставить. Процессор нагружен примерно наполовину. И как вы видите, основная нагрузка ложится всего на 2 ядра, а видеокарта работает практически на пределе, там от 98 до 100%. Watch Dogs, Full HD разрешение, Medium текстуры и те же настройки, с которыми я тестировал GTX 650 на моем маленьком мониторе. Вот здесь меня результат уже порадовал. Radeon 7770 выдает от 30 до 40 кадров в секунду при Full HD разрешении. Примерно столько же выдавал GTX 650, но на разрешении 1280 на 1024. Я конечно еще как-нибудь сделаю прогон Full HD разрешения, но на данный момент то, что я вижу на Radeon, меня радует. И даже вот если вылезти из машины, можно получить больше 40 кадров. Процессор нагружен процентов на 60, видеокарта работает на полную мощность. Crysis 3. Full HD разрешение и мы начнем просто со средних настроек, как игра сама предлагает. И как я уже говорил в предыдущем тесте, это одна из самых нагруженных сцен. Тут очень много травы, открытые пространства, отражения. Поэтому это наверное худший сценарий для видеокарты. И в принципе 30 кадров в секунду, но при перестрелках и при эффектах может опуститься до 20. Результаты в принципе схожи с теми, что мы видели на GTX 650. И как из этой игры выжить еще больше кадров в секунду, я тоже уже говорил. Ссылка на ролик также есть в описании, можете сходить посмотреть. В Crysis эти видеокарты примерно равны. Видеокарта работает почему-то с просадками, процессор загружен больше чем наполовину. Распределение нагрузки по ядрам неравномерное. Battlefield 4. Full HD разрешение, full screen естественно и кастомные настройки. Я с такими играл на своем мониторе и у меня было от 45 до 55 кадров. Где-то так. Перестрелка в закрытой комнате, перестрелка в поле, в более-менее открытом пространстве и стабильно 45 кадров. Более чем играбельно. Можно опустить просто до средних, как игра автоматически предлагает. Получим прибавку примерно в 5 кадров и счетчик будет стабильно показывать около 50. На ультра настройках явно больше чем у GTX 650. Это конечно не критично, но все равно приятно. Если опустить до чего-то более благоразумного. Вот вы видите я поставил простой ambient оклюжен, отключил сглаживание. Поставил чуть меньше качества постобработки и в принципе около 30 кадров. Но при взрывах есть провисание, так что я думаю еще чуть-чуть можно настройки сбавить. Но опять-таки я это уже все делал, можете посмотреть в других роликах. Субъективно RADON 7770 выдает здесь чуть больше кадров. Нагрузка на процессор также неравномерная и видеокарта также работает на полную мощность. Assassin's Creed Black Flag. Уложите разрешение, настройки вы тоже их уже видели, средне-высокие. Опять-таки здесь RADON выдают чуть больше кадров, но все равно это не самые оптимальные настройки. Что-то лучше опустить или разрешение, или еще с параметрами поиграться, потому что на попарских битвах проседает до 25. Хотя в городах держится на уровне 30 кадров. Что на крышах, что просто при ходьбе. На островах 25, когда много зелени около 20. GTX 650, кажется, там до 12 кадров проседало. Поэтому да, в сложных сценах, наверное, у 7770 здесь преимущество. Опять-таки, видеокарта работает на полную мощность, а у процессора в основном задействовано одно ядро. Нагрузка на остальные тоже есть, и в общем и целом процессор загружен процентов на 50 на 60. Ну и в заключении пусть будет Dota 2. Full HD разрешение, вертикальная синхронизация отключена, все остальное выкручено на Ultra. Но вот здесь вот в более-менее нагруженной сцене счетчик проседает до 55 кадров. Я думаю, что в самых сложных замесах ниже 50 не будет. А в основном игра выдает около 70 кадров в секунду. И да, чуть не забыл процессор, загружен процентов на 40 от силы. Нагрузка на видеокарту от 80 до 100%. Redon 7770 и GTX 650 видеокарты примерно одного ценового диапазона. На старте продаж Redon был ощутимо дешевле, сейчас цены практически сравнялись. Ну, конечно, в разных магазинах все еще по-разному, но разница может быть 200-300 рублей, а может вообще не быть. И если подвести итог к двум нашим последним выпускам, то получится примерно следующее. Если вы не увлекаетесь монтажом или делаете простые видеоролики, в основном играете и можете достать Redon дешевле, то берите его, останетесь довольны. Если же для вас важна скорость конвертации файлов, или просто нужен такой небольшой хотя бы комфорт при монтаже, или если при вот таком ограниченном бюджете вы еще хотите стримить игры, то я думаю, что GTX 650 вам подойдет больше. Но зато в большинстве игр Redon 7770 выдает чуть-чуть больше кадров в секунду. Выбор, конечно же, за вами и зависит от ваших потребностей и вообще от того, что вы собираетесь этим делать. На этом все. И да, вот замечательная кружечка, которая стоит у меня за спиной, и еще одна, которую нет в кадре. Скоро найдут своих счастливых обладателей. Сегодня, или в крайнем случае завтра, я уже проведу розыгрыш. Так что следите за анонсами. Можете найти меня в Твиттере, потому что там я делаю анонсы всех предстоящих выпусков и просто делюсь короткой полезной информацией. Обязательно зарегистрируйтесь на нашем форуме, если вы почему-то до сих пор этого не сделали, особенно если у вас есть вопросы по сборкам или просто по каким-то деталям, потому что там народу уже довольно много, и вам ответят, скорее всего, быстрее, чем это сделаю я. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok